Журналисты информагентства Бобруйск Медиа, победители областного этапа республиканского конкурса молодых журналистов, пресс-код. Репортаж телеканала Бобруйск 360 занял первое место в номинации «Лучшие авторские материалы». У корреспондента БЖ награды за фоторепортаж и карикатуру по наиболее острой социальной тематике. На стадионе «Спартак» в рамках республиканских соревнований проходит первенство по лёгкой атлетике на призы газеты «Бобруйское житё». За победу сражаются юные атлеты со всех уголков страны, а также впервые команда из России. Управление по труду, занятости и социальной защите 3 октября с 10 до 13 и с 14 до 15 часов приглашает на информационную встречу День предприятия «Птицефабрики Вишнёвка». Все желающие смогут ознакомиться с вакансиями, режимом и условиями труда, а также задать интересующие вопросы специалисту кадровой службы. Динамошинник выступил чемпионом «Хейл» в питерском УСКА 19-46 со счётом 1-5. При этом команда Андрея Михалёва по-прежнему остаётся лидером серебряного дивизиона. Следующий поединок «Бобры» проведут на выезде 30 сентября в соперниках Академии Михайлова. В агрогородке Ленина с 10 до 22 часов будет перекрыто движение транспорта по улице Парковая от Школьной до Перекрёстка на поворот деревни Барбарова. 27 сентября, напомним, там пройдёт районный фестиваль ярмарка «Тружеников села» до Жинки-2024.